Завершится до конца августа. Реконструкцию автодороги по улице Октябрьская планируют завершить до конца лета. В центре внимания ветераны оленеводства. В туристическом центре провели праздник для бывших оленеводов и чумработниц. Приоритетные проекты. В Ненецком округе определили приоритетные объекты, которые будут реализованы в первую очередь. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Реконструкцию дороги по улице Октябрьская планируется завершить к 1 сентября. Предполагается, что после ремонта улица заметно преобразится и станет комфортнее как для водителей, так и пешеходов. Реконструкция предполагает устройство тротуаров по обе стороны проезжей части, замену освещения, устройство водосборных фильтрующих колодцев и покрытие дороги асфальтом. Помимо этого, на двух перекрестках улицы будут выделены дополнительные полосы для поворотов, установлены тактильные плитки и реконструированы светофорные объекты. На устройствах планируется добавить пешеходные секции и голосовое сообщение. К сожалению, этот перекресток у нас еще не попадает в застройку, потому что, согласно реконструкции плана города, она должна соединяться с авиаторами. Там несколько домов подлежат сносу, когда она будет выходить. А так, основной перекресток – это вот этот, вот этот, следующий. Здесь будет уширение полосы движения, чтобы облегчить поворот, кто уходит направо. Как отметил руководитель централизованного стройзаказчика, в настоящее время в работах задействованы порядка 40 человек. Планируется, что уже к 1 сентября реконструкция дороги будет завершена. Добавлю, общий объем финансирования на реконструкцию автодороги по улице Октябрьская составляет чуть более 92,5 миллионов рублей. В прошлом году были выполнены работы на сумму более 32 миллионов. В этом году будет освоена оставшаяся часть средств. 13 социальных объектов определены в качестве приоритетных для строительства на территории Ненецкого округа. 8 объектов планируется возвести в сельских поселениях, 2 в Наринмаре и 3 в поселке Искателей. До конца 2017 года должны быть завершены проектные работы в поселках Индига и Харута. Там планируется построить школу-сад. После проектных работ будет приниматься решение о финансировании строительства. В этом году также появится проект на строительство детского сада в селе Несь. Предварительно стоимость объекта оценивается в 159 миллионов рублей. В 2018 году планируется завершить проектные работы по шести объектам. Пришкольный интернат в Каратайке, школа-сад в Бугрино, единое здание школы-интерната и детского сада в Шойне, школы и сада в поселке Искателей, детского сада в Наринмаре. Работы по проектированию двух последних объектов будут проводиться с привязкой к документации строящегося объекта – детского сада на 220 мест в районе улицы Авиаторов, что существенно снизит затраты на проекты. Принято решение использовать данный проект как типовой. Также в перечень приоритетных объектов вошли школа в поселке Харута, коррекционная школа-интернат в Наринмаре и Дом культуры в Искателей. Проектные работы по ним могут начаться в 2019 году. Поздравили ветеранов оленеводства. В туристическом центре Ненецкого округа отметили День оленя. Главными гостями праздника стали работники оленеводческой отрасли, которые не один десяток лет вели кочевой образ жизни в тундре, а теперь находятся на заслуженном отдыхе. Слышать затяжные песни ненецких женщин для них особенно приятно. Эти люди провели в тундре всю трудовую жизнь. Кочевали, стерегли стадо оленей, строили семьи. Сегодня ветераны оленеводства на заслуженном отдыхе. Но память о трудовых буднях кочевия ещё свежа. Как говорит Лия Хатанзейская, бывшая чумработница, в тундре нет выходных и праздников. Мужчины дежурят в стаде, женщины – у очага. Я работала в колхозе «Харп». Вместе с мужем ездила, 22 года проездила с ним. А потом вот умер муж, скоро уже два года исполнится. Я встала в деревне. Там с утра и до самого вечера, позднее вечера всё на ногах. Вот где-то и воду надо носить, таскать, и дрова надо рубить, и кипятить, и варить, и всё надо, я сам надо, кормить пастухов. Валерий Конюков пришёл в оленеводство в 1968-м, когда исполнилось 18 лет. Говорит, пошёл по стопам родителей. За более чем 30 лет кочевой жизни случалось разное. Например, часто стадо караулили волки, представляющие опасность не только оленям, но и человеку. Приходилось всю ножку всё держать. Вот и до утра, и утром. Какие ещё есть опасности в вашей работе? Не знаю, какие опасности. Мы привыкли, там всё опасность, не опасность. Надо. Нынешний праздник для оленеводов особенный. День оленя в округе отмечается в 85-й раз. С 1932 года праздник отмечался в первое воскресенье августа. В 1985-м получил название День оленя. А в 2002 году на первом съезде оленеводов Ненецкого округа традиционному празднику было решено вернуть первоначальное имя – День оленя. За 85-летний период проведения праздника сложились традиции. Оленеводы собираются в одном месте, проводят торжественные собрания с подведением итогов работы за прошедший год, соревнуются в национальных видах спорта. Людмила Булыгина, выросшая в Малоземельской тундре, говорит, готовиться к празднику начинали заранее и тщательным образом. Когда выбирали у пряжки, выбирали одинаковые, у кубелые цветные носы, кто беленьких выбирали, кто пятнистых, кто сереньких. И когда все выезжали за день в определенное место, где будет праздник, это была такая красота. А женщины выносили самые нарядные по низу, но в те времена как-то было, казалось, как холодновато было. И когда мы приезжали, и это становище пустое, все приезжали из всех разных сторон, и приезжали в основном-то мы где-то вечерком, когда роса, когда вот у пряжки быстро бегут. Все ходят друг к другу. Ой, это чей балаган? Ань, здорово! Они друг к другу заходят, потом делятся своими новостями, смотрят своих детей. И что еще интересно, на детей смотрят? Они уже секут на будущее. Ага, у нее мальчик, это значит будущий жених. У этой девочки растет столько-то лет и такого-то рода. И они даже могли между собой договориться, что это будущий жених и невеста. По количеству домашних северных оленей, Ненецкий автономный округ занимает третье место в России. Впереди только Ямал и Якутия. Поголовье оленей в округе составляет почти 175 тысяч особей. Из них свыше 130 тысяч составляет общественное стадо и около 45 тысяч – частная собственность. Вашим ежедневным тяжелым трудом создавались оленеводческие хозяйства на территории округа. Вашим трудом создана та основа, на которой создано и развивается оленеводство. Это ключевая отрасль нашего сельского хозяйства. Занято более тысячи человек. Невозможно без оленеводства представить. Ненецкий автономный округ – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня традиции оленеводства продолжают 13 сельскохозяйственных производственных кооператива, 6 семейно-родовых общин и одно государственное предприятие – Ненецкая агропромышленная компания. И спустя даже 85 лет для тундровиков оленеводство не только профессия, но и образ жизни. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Яркое завершение творческого фестиваля. В Тельвиске завершился молодежный фестиваль «Тельвиско-арт». Его участники поставили спектакль на произведение Пушкина. Выбери название для воздушной подушки. Заполярный район проводит голосование на определение имени для нового судна. Администрация Заполярного района проводит опрос общественного мнения в связи с выбором названия для судна на воздушной подушке. Транспортное средство должно прибыть в Наринмар в начале сентября и пополнить парк судов Северной транспортной компании. Прежде решения о названии судов принимались руководством и депутатами района. Участникам опроса предлагается выбрать один из шести вариантов наименований, среди которых есть персоналии, понятия, связанные с Крайним Севером и астрономией. Для голосования предлагаются следующие варианты. Полярная звезда, полярник Александр Михайлов в честь уроженца деревни Куя, ветерана войны, доктора филологических наук, Петр Спирихин в честь ветерана Великой Отечественной и краеведа. Также предлагаются имена Алексея Калинина в память о жителе села Нижняя Пёша, стрелке-радисте экипажа Гастелло и штурман Иванов в честь гидрографа и следователя Арктики. При составлении перечня учитывались запоминаемость, благозвучность и значимость для региона. Проголосовать за то или иное название нового судна на воздушной подушке можно на сайте Заполярного района и в одноименной группе в социальной сети ВКонтакте. Результаты опроса будут оглашены в начале сентября. На сегодняшний день в голосовании уже приняли свыше 100 человек. Наибольшее количество голосов отдано за название «Полярная звезда». Движение по мосту через реку Колова открыто для транспортных средств общей массой не более 20 тонн со скоростью не более 5 км в час. Напомню, на прошлой неделе дорожники залили слой бетона на мосту, в связи с чем движение по сооружению было ограничено. Проезд был открыт только для автомобилей с максимальной массой не более 3,5 тонн. В целом же мостовое сооружение требует капитального ремонта. Ранее состояние объекта на месте оценила специальная комиссия во главе с вице-губернатором Ненецкого округа Алексеем Еремеевым. По итогам осмотра было принято решение обратиться к окружному парламенту с предложением одобрить выделение средств на проектирование капитального ремонта сооружения. Этот мост у него круглогодичного пользования, плюс на нем висят еще 4 нефтепровода. В общем-то, довольно сложный объект для капитального ремонта. Сейчас уже техзадание разработано на капитальный, и как решение выйдет о капитальных вложениях, мы тут же отторгуем капитальный ремонт моста. Ну и там, видимо, скорее всего, будет предусматривать какой-нибудь объезд. Мост через реку Колова на участке автомобильной дороги на Ренмар-Усинск, поселок Хариягинский, граница округа, был построен в 1989 году. С того времени ремонтные работы не проводились. Длина моста составляет 387 метров. Через мостовое сооружение также проходят 4 нефтепровода. Молодые и талантливые на одной творческой площадке. 5 августа в Тельвиске прошло торжественное закрытие 6-го молодежного форума «Тельвиска.Арт». Его участниками стали представители молодежного актива из Наринмара, Оксина, Великовисочного, Красного и Тельвиски. По традиции форум посвятили народной культуре. На протяжении 10 дней ребята обучались актерскому мастерству, традиционным играм, народному пению, хореографии, игре на балалайке и гуслях. Все новые навыки ребята показали в итоговом спектакле. На премьере побывала и наша съемочная группа. Сваха со стороны жениха в гостях у родителей невесты выполняет свою главную миссию. На сцене старинного села Тельвиска идет премьера баллады «Жених», написанной Пушкиным в период Михайловской ссылки. В основе сюжета лежит народная сказка-новелла. Одну из самых колоритных персонажей Сваху играет Ксения Хозяинова. Так вжиться в роль, по словам девушки, помогли талантливые педагоги. Мне нравится очень работа с педагогами нашими, они нам очень много дают знаний. Лично для меня я получила очень много в плане танцев и песней, я научилась брать ноты. Правильно брать ноты, держать дыхание, не исполнять, а проживать каждую песню, будь то лирическая, плесовая или обрядовая, учила педагог Московского института искусства и культуры Анастасия Колесник. Дети уже слышат, умеют чувствовать не только слова, не только мелодию, но и переживать героям, героям этих песен. За такой короткий срок, на самом деле, очень сложная программа, но поскольку с детьми мы уже не первый год, радует то, что те ребята, которые у нас уже неоднократно принимают участие, они помнят песни прошлого года, они помнят какие-то свои реплики, да, то есть и это, я бы сказала, ради этого стоит что-то делать, потому что они это делают с удовольствием. Кроме народного пения и традиционной пляски, ребят в рамках форума учили играть на балалайке и гуслях, а еще знакомили с традиционной мужской и воинской культурой. Элементами рукопашного боя окружных молодцев обучал специальный гость из Череповца Денис Антипов. Как говорит хранитель русской культуры, традиции для него не просто профессия, а образ жизни, поэтому строгому деловому костюму он предпочитает народный. К примеру, вот зипун, такие зипуны, это верхняя такая демисезонная одежда, могли встречаться в разных регионах. Вот, рубаха у меня вологодская наша, это позднее, начало 20 века. Пояс у меня не вологодский, это тверской пояс с молитвой, вот. Молитвой? Да, на нем есть молитва, вот, можно, да. Вчерашние ученики Дениса Антипина сегодня коллеги по сцене. С новобранцами мастер кулачных поединков за несколько дней уже успел спеться. Вот песня, которую мы разучивали с ребятами, песня донских казаков про войну, связанную с городом Севастополь, которую здесь вы тоже сможете услышать, вот, эту песню ребята схватили буквально за три повтора. Как теперь все испытал, в Севастополе бывал, в честном поле, в страшном горе, в каждый день и каждый час. Все разученные воинские хоровые песни, яркие обряды и зажигательные пляски вошли в народную притчу «Жених», постановкой которой занималась художественный руководитель театра кедостудии «Чердак» Инна Дунина. Мне очень нравится с ними работать и, самое главное, видеть результат. За полных, грубо говоря, 8 дней мы делаем спектакль, постановку, где не только драматическая, актерская работа, где работа с вокалом, с хореографией, с традицией, с костюмом, гримом, ну, в общем, множество различных мастер-классов приходится давать за это время. И радуешься, когда вот такой день, как сегодня, когда мы все вместе собираемся, волнуемся, готовимся к нашей премьере. Волнения были напрасны. Премьера прошла на ура, о чем свидетельствовали громкие овации и искренние отзывы, причем не только от земляков. Случайно на молодежную премьеру попала и семья Гаврильевых из республики Саха. Я очень удивилась, что дети такие талантливые, прямо как будто бы здесь какой-то большой город, как будто они прямо здесь всегда, ну, выступление очень понравилось. Настя плакала во время спектакля. Почему? Ой, я всегда очень ответственно так подхожу к всем спектаклям, мероприятиям в Доме культуры. Они очень трогательные. И я сама была более 10 лет участником самодеятельности, и входила в танцевальный коллектив, поэтому для меня это все очень близко к сердцу. У них было очень короткое время для подготовки, но они сыграли на самом деле профессионально. 13 девчонок и 7 парней из разных уголков округа сыграли действительно профессионально. Но таких влюбленных в народное творчество ребят, желающих попасть на самую креативную молодежную площадку, по словам организаторов, телевизский арт гораздо больше. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сегодня ночью россияне смогут увидеть лунное затмение. При хорошей погоде его можно будет наблюдать невооруженным глазом почти на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, где к моменту начала явления уже наступит утро. Затмение пройдет с половины девятого вечера до 22.19 по московскому времени. Максимальная фаза будет наблюдаться в 21 час 20 минут. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска. Как говорят сотрудники кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, лунное затмение будет доступно всем. Главное, чтобы повезло с погодой. Его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Как сообщалось ранее, в Москве затмение при хорошей погоде можно будет наблюдать в телескопе московского планетария. Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его увидят жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.